Давайте рассмотрим несколько примеров задач с циклом while Предположим, что мы хотим вывести все нечетные числа от 5 до 55 Мы могли бы подойти к этой проблеме следующим образом Давайте явным образом выведем число 5 Потом выведем следующее нечетное число То есть число 7 И так далее Напишем много-много вызовов функции print Закончим print55 Понятно, что при этом наша программа будет содержать большое число вызовов функции print И фактически каждая строчка от следующей отличается очень не сильно То есть фактически это повторяющееся действие Меняется в них только параметр того, что то число, которое мы выводим Давайте в связи с этим подумаем, как можно было бы эту задачу И решить с помощью циклов Тут есть несколько подходов В любом случае, давайте сначала заведем специальную переменную, которая будет менять свое значение Возьмем переменную а и изначально запишем в нее значение 5 Мы хотим вывести все нечетные числа, которые не превосходят 55 Будем делать это следующим образом Мы будем выводить значение переменной а и увеличивать значение на 2 Когда мы увеличиваем значение переменной на 2, мы переходим таким образом к следующему нечетному числу Как это мы запишем? Мы выводим значение а и значение переменной а увеличиваем на 2 Повторяем это все до тех пор, пока значение переменной а не превышает 55 То есть записываем это все внутри цикла While a меньше либо равно чем 55 Полученная конструкция выведет нам все значения нечетных чисел от 5 до 55 Можно написать все то же самое чуть-чуть по-другому Давайте у нас переменная а будет пробегать все целые значения от 5 до 55 И мы внутри цикла будем явным образом проверять число а на четность Если число нечетно, то мы делаем вывод а на экран В противном случае ничего не делаем Выглядит это следующим образом Точно так же мы заводим переменную а Записываем в нее значение 5 Точно так же у нас цикл продолжается до тех пор, пока а не превосходит 55 Внутри цикла мы делаем проверку Если а нечетно, то есть остаток а при делении на 2 равен 1 В таком случае выводим а И в любом случае после проверки условия мы увеличим а на единицу Этот пример просто демонстрирует, что внутри цикла могут содержаться произвольные конструкции То есть в принципе тут могут быть вложности произвольной глубины Условия, внутри условия еще цикл, внутри цикла другой цикл и так далее Субтитры создавал DimaTorzok